С начала суток на Донбассе боевики 25 раз открывали огонь по опорным пунктам украинских войск. В результате один военнослужащий погиб и еще трое получили ранения. Об этом сообщают в пресс-центре штаба АТО. Все подробности узнаем от Руслана Смещука. В последний час у них шли россияне. Ведь сейчас россияне им байду же куда, в кого стреляют. Чем больше, тем краще. Позиции вблизи поселка Верхнеторецкое. Это неподалеку от Авдеевки. Последние несколько суток по ним постоянно бьют боевики. Минометы разного калибра и даже одиночные ракеты от ГРАДов. Так называемые установки партизан. 9538 партизан. ГРАД. ГРАД-1. Это перед 9 мая нас поздравлял. Это пацаны копал, я картошку. Вот это. Это рядом. Вот. Есть у нас маркировки, которые приходили. Ближе снимайте. Армейские укрепления и блиндажи противника разделяет открытое поле. Поэтому боевики чаще используют бронетехнику, чем пехоту. В поле им запрятаться негде. Поэтому они к нам сильно не лезут. БМП с их стороны работало по позициям нашим. Пока работаем на этих позициях, начинается бой на соседних укреплениях. От взрывов снарядов в степи и лесополосе начинается сильный пожар. Бойцы рассказывают, последнее время большинство обстрелов противника сопровождаются авиаразведкой с беспилотников. Беспилотник сразу реагирует и сразу туда стреляет. Працует танк, працует тяжелая артиллерия. Самоходные установки працювали днями. Вскоре раздается звук мотора. Это дрон-разведчик. За ним начинается охота. Но попасть бы беспилотнику сложно. Дрон улетает, а военные готовятся к артнолёту. Его вероятность после авиаразведки противника увеличивается. Оборона Авдеевского плацдарма продолжается. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер.